всем большой привет рукодельницы и рукодельники вот и прошел очередной год наполненный разными событиями в том числе и нашему бесконечно любимым хобби сейчас я хочу подвести итоги своего вышивального года и рассказать вам о том какая же вышивка меня сопровождала в течение этих удивительных и прекрасных 12 месяцев какими стали мои вышивальные итоги и что запомнилось за этот вышивальный рукодельный год надеюсь что вам будет интересно и это видео вас порадует поехали мой вышивальный год прошел крайне успешно у меня есть свои внутренние мерки и я понимаю конечно что кто-то вышел в разы больше чем я но я не гналась за количеством ты за качеством собственника не гналась я просто получала удовольствие от любимого хобби и это удовольствие принесло свои плоды и потому что вы видите что финиш и у меня в принципе довольно немало у меня также есть ежедневник в котором я делала пометки у своих стартов так что мы сможем отследить сейчас хронологически что и когда мною было вышито и я сейчас начну презентовать каждую из вышивок которые вы видите перед собой отдельно хочу отметить и заодно и анонсировать новое видео что в начале каждого года я занимаюсь вышивальным планированием и выкладываю коллажи с тем набором разных вышивальных сюжетов которые на данный момент времени я хотела бы отшить в будущем году конечно обычно даже на 30 процентов этот коллаж не соответствует концу года действительности но мне приятен сам факт посидеть и помечтать и подумать что ровно прямо сейчас я бы хотела начать и вышить поэтому ожидайте что скоро такое видео снова выйдет на моем канале и будет распланирован 2024 вышивальный год а мой 2023 вышивальный начался довольно необычно для меня самой дело в том что я никогда в жизни не стартовала с новой вышивкой в новогоднюю ночь но то и дело наблюдала такие мероприятия в нашем вышивальном комьюнити ежегодно кто-то из девочек обязательно стартовал с вышивкой 31 декабря в ночь с 31 на 1 и кроме того девочки занимались активно планированием обсуждали кто что начнет и я ровно год назад как-то начиталась прониклась и подумала а почему бы мне тоже не поступить именно так не вытащить новый вышивальный наборчик который я давно хотела начать но почему-то все откладывала и не устроить себе сказочную новогоднюю вышивальную ночь потому что новый год я праздновала дома в максимально спокойном режиме в максимально спокойном формате уже в половине первого ночи я лежала в постели и это действительно выдался уникальный момент для того чтобы новогоднюю ночь провести с любимым хобби чего мне не удавалось годами ранее выбор пал на викторианский шарма дименшинс который я хотела начать вышивать еще в начале 2022 года но эту вышивку вытесняли другие и уже год подходил концу а старта все так же не случилось знаете это был какой-то судьбоносный момент потому что сейчас оглядываясь назад я понимаю что это вышивка у меня буквально летела да я ее на какое-то время откладывал о чем расскажу далее но тем не менее вышилась она как на одном дыхании и вот 31 вечером я разложила свои вот эти все фото пожитки фотофон снежинки елки новогодние игрушки вытащила вышивали набор начала подготовку и давай заплетать косы на димовском мулине затем после того как все было готово отснято фрагменты видео и вышивка запяленная я ушла к новогоднему столу мы с родителями встретили новый год и буквально через полчаса я отправилась в постель взяла свою запяленную вышивку и начала делать первые крестики как сейчас помню я включила именно кабельные тв то есть не интернет там шоу-концерт я даже уже не помню какой но отчетливо помню что там выступала наталья арейро певица моего детства в кокошники с триколором и вот у меня на большом экране передо мной наталья арейро что-то там и танцовывает и поет а я в постельном белье со снежинками лежу и делаю первые крестики такое ощущение уюта и умиротворения у меня возникает при этих воспоминаниях хотя в тот момент все было не так радужно потому что планы на новогоднюю ночь были совершенно иными и в тот момент конечно я была немножко выбита из колеи а сейчас понимаю что все что не делается все делается к лучшему так вот я новогоднюю ночь провела с викторианским шармом и все праздники вышивала его и за праздничные дни я вышила львиную долю вот этого домика как его еще называют чертовым домиком но ведьмином точнее ведьмином домиком мне это не очень нравится я небольшая фанатка такой черной мифологии черной магии поэтому просто называю викторианским шармом много очень зашила и после новогодних праздников до конца января тоже продолжила вышивать его и к февралю у меня уже была вышита большая часть этой работы феврале у меня начались весенние проекты это правило мое внутреннее это не какое-то насилие над собой нет наоборот это очень такой приятный яркий момент когда я сворачиваю всю свою новогоднюю вышивку и достаю весеннюю я являюсь сезонной вышивальщицы и для меня такая смена сезонов в рукодельном хобби является очень важной она меня подпитывает к тому чтобы наслаждаться тем что происходит за окном в природе и в жизни в целом и так как я начала вытаскивать уже цветочные сюжеты готовиться к ним викторианский шарм я естественно отложила пролежал он у меня отложены где-то до осени причем вышит у меня был весь дом а он хочу отметить летел с высокой скоростью вот эти все кусочки ну очень быстро вышиваются они легкие в работе потому что здесь такая блочная структура этих домиков позволяет делать зашивку одним цветом и релаксировать на этой вышивке соответственно когда и отложила к осени меня ожидали уже совсем иные по своей структуре куски это вот эти вот деревья фон небо соответственно работа предстояла более трудная и бралась я за нее осенью уже с неохотой мне помог момента до сей не тыковки те кто смотрит мои влоги видели что я в тыковку такую керамическую закидывала бумажки с названиями тех сюжетов которые у меня были на тот момент уже начаты и каждый день вытягивая по бумажке вышивала то что преподнес мне бог рандома и уж коли мне два дня подряд выпадал викторианский шарм два дня подряд я его вышивала стиснув зубы это позволило мне не просто продвинуть сюжет а войти снова в колею и дальше у меня сюжет полетел и уже осенью я его завершила хотя я не планировала старт в этом году точнее даже не не то чтобы не планировала я на него просто не рассчитывала мне было настолько непросто на вот этих вот кусочках что я смирилась с тем что в этом году финиша не будет и готова была его отложить на некоторое время уже смирилась с этим каково же было мое удивление когда вышивка снова полетела как я уже отметила я вошла в колею и сама не заметив пришла к финишу я обещала от восторга когда увидела свой великолепный финиш теперь дело стоит за малым за оформлением и в этой вышивке мне повезло потому что я знаю как я ее хочу оформить я видела много удачных оформлений на просторах интернета и я уверена что у меня тоже получится не хуже хотя остальные вышивки dimensions многие из них точнее у меня лежат не оформленными потому что я банально не могу придумать оформление и те что попадаются мне в интернете мне не нравятся так они у меня и лежат в рулонах а эта вышивка я думаю в будущем году должна будет обязательно оформиться давайте покажу вам немножко ближе об этой вышивке был снят влог от первого стишка и до последнего крестика но не буду говорить что последний на моем канале но на настоящий момент он точно является последним больше я видео такого формата не снимала а этой вышивки все-таки я посвятила полноценное видео так что если вам интересно как викторианский шарм ведет себя в работе заходите в плейлист от первой стишка и до последнего крестика и наслаждайтесь вместе со мной этим процессом когда я показывала вам викторианский шарм я упомянула о том что он был отложен в пользу весенних сюжетов этими весенними сюжетами стали фонарь в розах от овечкиных забав и свет весны весенний фонарь от вик долин вышивались они именно в том порядке который я перечислила последовательно друг за другом они одновременно фонарь в розах был очень приятен в работе это на самом деле не весенний летний фонарь весенним является этот и оба эти фонарика представляют собой частицы группы фонариков каждый из которых посвящен одному времени года от группы дизайнеров это овечкины забавы это вик долин это полу стич евгения полуэктова и анна кузнецова если не ошибаюсь когда от мрачного и загадочного таинственного викторианского шарма я перешла к вышивке таких акварельных нежных роз я испытала тотальное удовольствие потому что здесь меня ждала самая настоящая цветотерапия я обожаю такие цвета голубой сиреневый розовый и эта вышивка у меня буквально летела я очень быстро и и довела до финиша вот мой органайзер не подсказывает что я ее начала 23 февраля а закончила 19 марта меньше месяца мне понадобилось на то чтобы довести этот сюжет до финиша давайте попробую поближе вам показать это разработка очень проста в работе на мой взгляд хотя конечно он является субъективным чего нельзя сказать о свете весны от вик долин это разработка показалось мне не в пример сложнее хотя по эффекту фонарь в розах на мой взгляд не уступает цвету весны хотя здесь кажется проработка более серьезная дело в том что здесь было очень много одиночных крестиков винегрета и просто нереальное количество бэкстича это по моему была моя первая вышивка от вик долин и я была наслышана еще до этого что вик долин довольно сложные непростые схемы когда начала вышивать сама я в этом убедилась но результат меня более чем удовлетворил я считаю что игра стоила свечи и затраченные усилия были с лихвой покрыты тем эффектом который на меня произвела вышивка по итогу больше всего в этих разработках мне нравится то что несмотря на то что каждый из сюжетов был разработан дизайнеры разными дизайнерами независимо друг от друга была выдержанная единая стилистика и вот этот вот акварельный полукрест на каждой вышивке подтверждает то что это целая вышивальная серия и висеть она может рядом вполне справедливо у меня в запасах есть также и зимние и осенние фонарики которые я упоминала ранее есть они в полной комплектации то есть уже собраны материалы схемы основа и ниточки dmc когда я буду вышивать пока я не знаю вот если эти два фонарика у меня были на одном дыхании друг за дружкой выше то дальше я приняла решение пока отказаться от идеи вышивать все фонари одновременно и пока у меня такого желания до сих пор не возникло то есть не хочется не вышивать особенно зимний фонарь как-то он не меньше всех нравится хотя раньше меньше всех мне нравился осенний короче нужно дойти до того настроения когда я захочу взять в руки оформить я их хотела бы все вместе в овальные рамочки и повесить над своей постелью кстати здесь я вышивала на основе мурана цвет 101 антик по моему называется он то есть это не кипин на белый цвет а с таким налетом ну старинный трудно сказать потому что это все-таки белый просто он более приглушенный если кипин на белый он прям яркие как свежевыпавший снежок на улице то антик он такой чуть состарившийся со временем кстати вот я когда показывал викторианский шарм я не акцентировал свое внимание ни на нитках не на основе потому что там не никаких замен у меня не было вышивала в оригинальной комплектации здесь я материала собирала самостоятельно то есть у меня были схемки которые мне были подарены ира привет обожаю передавать приветы моя вышивальная подруга подарила мне все четыре схемы и к ним я заказывала комплектацию заказала 4 отреза вот это вот мурана 101 и нарезки ниточек dmc то есть это все вышито любимыми нитками рукодельниц ну я их называю любимыми потому что действительно чаще всего именно их называют в качестве фаворитов хотя безусловно и другими ниточками рукодельницы вышивать любят порой не меньше посмотрите какая у нас здесь красота роскошный фонарь не просто в работе но как я уже сказала игра стоила свеч такая нежность на экране ух кстати что касается сроков работы но над светом весны то его я вышивала с 25 марта по 1 мая напомню что летний фонарь я вышивала с 23 февраля по 19 марта меньше месяца работа заняла а это больше месяца но уже объяснила вам почему если предыдущие сюжеты которые вы видели на своем экране являлись полноправными стартами 2023 года то лисичка которую вы видите прямо сейчас перекочевала ко мне с 2022 года опять же давайте обратимся к моему вышивальному органайзеру дело в том что я сама не помню когда я ее начала 19 ноября самый конец 2022 года для меня красился в рыжий цвет потому что я начала вот эту вот красотку лисичка от овна на какой-то срок она у меня была отложена когда я вышивала соответственно викторианский шарм вышивала фонарики и весной она снова вернулась ко мне в работу где-то половина у меня была вышита и завершала я ее уже в мае 2023 года завершала с удовольствием потому что я очень люблю схемы овен так как я вышиваю по бумаге для меня очень важно чтобы схема была цветной по черно-белым схемам я вышивать не могу от слова совсем и я знаю что многие ругаются на схемы овен говорят что эта схема вырви глаз но здесь конечно все зависит от нашего индивидуального восприятия и от когнитивных стилей потому что для меня как для стопроцентного визуала очень важно чтобы частички общей структуры были различимы и независимы друг от друга и схемы овен схемы сделать своими руками схемы реолис мне позволяют расчленять схему на некоторые частички и вышивать ее спокойно и свободно и поэтому у меня эта лисичка летела я ее вышивала с легкостью оригинальными нитками по моему это ниточки пнк я давайте подниму немножко эту тему в этом видео слышно наслышано о том что нитки пнк мало кто любит их многие ругают но видимо просто мне пока в комплектации не попадались действительно плохие пнк у меня всегда все с ними замечательная работа идет как по маслу и вот этот сюжет это она не стала исключением вышивала с огромным удовольствием посмотрите какие у меня здесь замечательные ровные крестики получились никаких узлов никаких проблем вот любо дорого смотреть на эти крестики посмотрите какие классные но здесь делаю пометку что у меня была замена основы и вышивала я не на оригинальной аиде которая шла в комплектации а вышивала на турецкой равномерки кажется этот цвет называется мята думаю что большинство из вас так или иначе знакомы с магазином хобби мания раньше назывался хобби она и там турецкая равномерка продается комплектами по три штучки в одном пакете по демократичной цене порядка 900 тысячи рублей огромные отрезы 50 на 70 то есть это максимально выгодное вложение денег потому что это канва является достаточно качественный на мой взгляд и очень и очень недорогой но качественная она является конечно сравнительно с многими другими основами естественно лидером для меня является немецкая основа цвайгард мурана моя самая любимая бритни луга на тоже неплохая но я считаю что турецкая равномерка является достойной замены в той ситуации когда у вас нет доступа к цвайгарту либо по материальным причинам либо объективно потому что с завозом проблемы могу порекомендовать вот эту вот основу и в комплектах как я уже сказала идут по три отреза разных цветов то есть у меня здесь был какой-то лед по моему была мята и была лаванда кстати лед мы увидим дальше потому что я на нем тоже вышивала другую работу в этом году на лаванде еще не вышивала лежит у меня этот отрез эту вышивку я хотела оформить угадайте во что если вы смотрите впервые этот канал то должна вам сообщить что я обожаю в своих видео обещать оформиться в подушку и ничего не оформить при этом у меня уже огромная очередь из моих готовых работ выстроилась для оформления в подушке и угадайте сколько подушек я оформила спасибо моей маме которая хотя бы свои работы оформляет подушки и тем самым позволяет мне любоваться и стыдиться своих обещаний мотивироваться и думать о том что вот в будущем году я все-таки засяду наконец-то и завершу начатое потому что она уже была под подушку уже была начата но не завершена то есть у нас есть вот это прекрасное полотно но пока еще не в виде наволочки потрясающий сюжет очень многие влюбились в эту лисичку и я могу порекомендовать вам если вы ее найдете в продаже вышивайте с удовольствием она очень классная и легкая в работе моя очаровательная лиса фактически завершила для меня весенний сезон она была дошита где-то 19 20 мая и ровно в эти даты я начала уже другой проект который я назвала условно вышивальная кота лето проект заключался в том что я одновременно стартовала с двумя вышивками на кошачью тематику во-первых это кошачий календарь от riolis новиночка этого года и другая новиночка уже несколько иного формата от свободного дизайнера наталья ореховой кот ученый вот так вот мне захотелось красить себе лето пушистой шерсткой и кошачьим очарованием я обожаю котиков и сама являюсь хозяйкой рыжего толстячка поэтому лето для меня прошло в удовольствие но с некоторыми оговорками и сейчас я вам о них расскажу к сожалению для моего кота календаря уже не хватило больших пальцев поэтому мне их пришлось одеть в самые большие нурги и все равно кусок еще висит но я надеюсь что вы видите что из себя представляет этот календарь а именно 12 слотов под каждый из месяцев в году начинала вышивать эту работу серединке то есть не самого начала года и месяца выбирала для вышивки методом сцепления те которые прилегали к серединке там уже был у меня метод рандома то есть я не привязывалась к какой-то последовательности хотя у меня была мысль вышивать по одному месяцу в месяц соответственно растянуть эту вышивку на годная быстро от этой идеи отказалась потому что мне почему-то захотелось вышить эту работу единовременно здесь я делала замену основы оригинальные аиды на равномерку и это та самая турецкая равномерочка цвета лед которую я анонсировала вам когда показывала лисичку от овна кстати каунт этой основы где-то 27 соответствует линди которую я на самом деле не очень люблю такой каунт для меня несколько крупноват но здесь дело было вот в чем этот сюжет отшивается шерстью как и многие наборы реолис вы наверное все знаете что у них часть работ отшивается ниточками мулине хлопка хлопчатобумажными хлопчатобумажными часть отшивается шерстью и я никогда в своей жизни не делала замену основы блочного переплетения на равномерку в той ситуации когда вышивка производится шерстяными нитками и меня это немножко даже пугало потому что известно что шерстяные нитки они более плотные я бы даже сказала более густые чем хлопчатобумажные мулине и неизвестно как повела бы себя такая вышивка на равномерки особенно если это какая-то мелкая равномерка типа мурана и там про единбург я вообще молчу там же совсем крохотные такие промежутки между вот этими ниточками и создаются на малюсенькие дырочки как проталкивать туда наши пасмы непонятно но здесь я решила рискнуть тем более что 27 аккаунт он действительно крупные по моим расчетам все должно было сложиться отлично я не прогадала линда и турецкая равномерка которая была в работе у меня идеально подошла под поставлен поставленные передо мной задачи и это вышивка стала моим первым опытом такого рода теперь я могу смело рекомендовать делать замену основы на вышивки шерстью если у вас есть такая потребность я до сих пор не знаю насколько комфортно будет вестись работа шерстью на мелкой основе типа мурана на единбурге думаю точно не стоит пробовать разве что в одну ниточку вышивать но на двадцать седьмом на двадцать седьмом каунте она а то и на двадцать пятом все отлично теперь у меня осталось из неопробованного только замена основы для сюжетов dimensions на равномерку вот такого я еще ни разу своей жизни не пробовала и пока в планах у меня нет а этот календарь очень долго у меня был в работе я его вышивала вплоть до конца августа сейчас посмотрю точно 23 августа я его завершила напомню что начала вышивать я в двадцатых числах мая но здесь конечно стоит оговориться что мне еще один сюжет был в работе это кот ученые от наталья орехова и которого я показывал вам ранее тоже чуть подробнее сейчас о нем расскажу но тем не менее даже если бы я кота ученого не вышивала этот сюжет не так прост он объемен здесь много работы он не самый простой то есть есть конечно некоторые слоты с месяцами которые из таких простых рисуночка вот здесь например одним цветом очень много вышло а есть те которые немножко посложнее и на некоторых этапах работы я откровенно застревала мне казалось что конца края не будет и я никогда не закончу этот назовем его так условно сэмплер мне он в какой-то момент даже поднадоел но я все-таки не отвлекалась работала трудилась и концу лета получил этот замечательный календарь который мне очень хочется оформить потому что он действительно мне сильно нравится и на превью нравился и по итогам работы нравится и я могу тоже вам его порекомендовать замечательная вещица даже можно его вышить в детскую комнату повесить когда будете с своими малышами учить название месяцев и обсуждать в каком месяце что происходит в природе или в мире то такой календарик тоже может сыграть вам в помощь ну а котик от натальи ореховой стал второй половинкой вышивального проекта кота лето половинкой которая тоже чем-то меня порадовала чем-то немножко расстроила сейчас я расскажу что имеется в виду у натальи замечательные схемы у нее всегда шикарная проработка итог работ очень и очень впечатляет и радует и этот сюжет у меня вышивался довольно просто без мучений и страданий в то время как с кота календарем были трудности в этом плане кот ученый у меня совершенно не разочаровывал но был один момент который затруднял мою работу с ним а именно ниточки дело в том что у меня был готовый набор я не собирала материалы самостоятельно дизайнер продает готовые наборчики в целях экономии вашего времени и такой помощи подмоги вам и я была почему-то уверена что комплектация это производится ниточками dmc но когда у меня на самом старте работ что-то пошло не так я поняла что нитки крутятся нитки плохо ложатся и вообще вышиваю медленно потому что приходится каждый каждый без исключения полукрестик выкладывать я написала дизайнеру и спросила может быть какая-то не знаю поставка ниток была плохая или что-то такое мы выяснили что точнее не мы выяснили я выяснила наталья мне сообщила что у нее наборы комплектуются ниточками royal это было мое упущение потому что это я была уверена что ниточки dmc не посмотрела что это не так я очень удивилась что комплектация производилась нитками royal но в работе они показали себя совершенно не так как я ожидала потому что в моем рукодельном чате девчонки тоже довольно активно обсуждали эти нитки обсуждали их в позитивном ключе и всегда их хвалили их они устраивали соответственно я была удивлена тому что моя реальность немножко разошлась с их действительностью я намучилась этими нитками скажу честно даже не буду пытаться сгладить углы нитками royal больше никогда вышивать не хочу но есть здесь и плюсы потому что если вам нравятся дизайны вы можете покупать просто схемы и комплектовать их самостоятельно что я и сделала в конце года накупила себе еще пяток схем наталья орехова и заказала к ним уже отдельно нарезки dmc надеюсь что это избавит меня от тех трудностей с которыми я столкнулась при зашивке этого котика и я не буду так страдать при выкладывании каждого полукрестика когда вышила эти кошачьи работы и вообще в процессе я задумывалась над тем что у меня довольно много рулонов вышитых не оформленных лежит по закромам и даже если я их все оформлю чисто физически мне их все некуда вешать и некоторые вышивки действительно можно было бы отправлять кому-нибудь в подарок хотя конечно и безусловно очень трудно расстаться со своим детищем и я задумалась над тем чтобы подарить в кота в кота кафе какой-то из отшитых кошачьих работ и вот пока я склоняюсь именно к этой хотя мне сама она безумно нравится здесь же еще и книжки а я тот еще книжный червь и мне эта тематика близко важна и тоже мне будет очень тяжело оторвать от сердца эту вышивку но тем не менее складировать тоже такая себе идея не самая лучшая почему я пообещала еще летом что я что-то подарю в кота кафе до сих пор это не сделала потому что я так и не оформилась я ездила осенью на формулу рукоделия там был последний день акции у багетной мастерской дела в раме внутри и четыре оформления что ли по цене трех и еще какая-то скидка дополнительная уже не помню но я ее проворонила там нужно было уже сразу привести или отправить работы и я подумал о том что пожалуй я дождусь следующей акции потому что я оформляю обычно всем скопом и на это правда тратится очень много денег я не помню точно сколько потратила в последний раз когда оформляла много своих работ но по моему порядка 30 что ли тысяч согласитесь это бьет по кошельку если это делать единовременно и очень очень приятно если есть какая-то акция которая тебе позволяет сэкономить денежки либо же на сэкономленные денежки выбрать еще какую-то из работы оформить дополнительно ее поэтому пока буду присматриваться где оформиться где есть какие-то акции и отправлю может быть пяток а может быть даже побольше своих работ на оформление и очень очень бы хотелось чтобы это случилось в будущем году вот такие вот у меня планы я уже анонсировала что планы мы будем обсуждать на моем канале в отдельном видео где покажу в коллаже то что я хочу вышить 2024 году ну может быть я там не забуду отметить что планы есть не только напрямую по тем сюжетам которые я хочу вышить но еще и косвенные которые тоже касаются вышивальные темы кстати вот хочу отметить что вот этого котика я завершила по моему сейчас загляну вы ежедневник 30 июня то есть я его начала в конце мая 30 июня он был готов вышивался довольно быстро как вы можете заметить и соответственно вплоть до конца августа я занималась только календарем отриолис это в подкрепление моих слов о том что календарь отриолис мне дался совсем непросто а здесь такая приятная схема которая позволила мне отдохнуть вот знаете сейчас смотрю я вот ругалась на royal что они были плохи в работе плохи в работе и крестики плохо ложились но наверное сейчас это не так заметно я потом тоже с вами буду смотреть видео наверное не все свои свои видео смотрим поэтому не так что посмотрю но вот тоже обращу внимание на вот эти крупные планы кажется что более или менее ровные крестики наконец-то когда с летней вышивкой было покончено а я действительно уже с нетерпением ждала завершение проекта кота лето я себе позволила новый старт очень долгожданный и долгожеланный это яркая осень от панна которую вы видите прямо сейчас на своем экране об этом старте я мечтала долгие месяцы я ходила по вечерам в будние дни в бассейн на групповые занятия по акваэробике и не совру практически каждую акваэробику занимаясь и глядя на преподавателя пустыми глазами я представляла себе как сижу дома осенними вечерами с горячей чашкой чая и вышиваю именно этот сюжет но еще там где-то мелькал сюжет от мережки осень в нью-йорке точнее о там аура но чаще всего представлялась таки яркая осень от панна и когда наконец-то я себе смогла ее позволить я была в нетерпении предвкушение и видимо вот этот вот мой нервоз и возбужденность привели к тому что я несколько невнимательно отнеслась к этой вышивке и чуть-чуть накосячила когда собирала к ней материалы вышивала и оригинальными нитками которые шли в наборе но в плане основы я делала замену то есть в оригинале здесь шла классическая аида блочного переплетения по моему шестнадцатого каунта и мне это не очень понравилось потому что я хотела внести свои коррективы и в сам сюжет в том числе например вот здесь должен быть выше фон полукрестом я его изначально не планировала вышивать и предполагала что на облочке это будет смотреться не очень красиво соответственно надо было брать равномерку очень тяжело мне было решить какую равномерку брать и какого цвета в частности потому что оригинальный фон холодных оттенков там такие оттенки льда и осенне такого осеннего неба холодного светло-голубого а у меня почему-то рука все тянулась к желтой основе и как вы видите я себе не отказала в этом это основа юбельхорн моника мы сегодня уже с вами разных основ посмотрели много практически у нас целый каталог и я вот еще раз внесу в кадр котик от наталья орехова потому что я забыла сказать что этот котик вышивался на моей любимой мурана цвайгарте белого цвета в такой карамельный брызг очень приятная основа которая подходит под многие сюжеты то есть для этого я вам показывала турецкую равномерку разных цветов 27 каунт это немецкая равномерка 32 каунта и соответственно это австрийская равномерка если я не путаю потому что юбельхорн по моему австрийская равномерка и это каунт 28 и вот здесь вот была моя ключевая неудача потому что как я уже вам сказала в оригинале этот набор укомплектован блочкой 16 каунта а я укрупнила рисунок то есть по хорошему я должна была взять равномерку тридцать второго каунта то есть 16 умножить на 2 равно 32 а я взяла 28 28 равномерка соответствует в основном 14 каунту и так как у меня рисунок изначально был меньше я переживала что мне во первых не хватит ниток но с этим все шикарно потому что панна комплектует свои наборы с огромным запасом мне кажется мне еще на 0,75 отшива точно осталось я даже не покривлю душой и конечно волнение были по поводу того что вышивка не влезет когда я поняла что я отрезала кусок меньше нужного то есть я делала расчет на 30 делала расчет на 28 основе как будто она 32 что-то мне вот в голову влезло в тот момент я не обратил на это внимание соответственно порезал кусочки меньше и я вам сейчас сниму снапы и покажу я заметила это уже когда начала подходить к краям начала высчитывать и поняла что мне буквально вот парочки сантиметров не хватает то есть вот здесь на самом деле еще продолжается рисунок у меня здесь где-то 5 клеточек не влезло и наверху соответственно тоже причем наверху мне пришлось чуть-чуть птичью попу обрезать то есть вот здесь еще хвостик должен продолжаться но я тогда очень перенервничала переживала что я испортила работу и все ничего у меня здесь ничего хорошего не получится ничего 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 все шел второй получас видео я начала заговариваться но я думаю что вот эти вот куски которые не влезли на основу никакой ключевой решающей роли не сыграли и наверное если бы я вам их не показала то вы бы и не заметили даже что касается отсутствию фона на моей основе и его наличию на превью здесь спорно сначала когда я финишировала я подумал о том что я все-таки испортила сюжет то есть с фоном был лучше но сейчас по истечении времени думаю что в принципе и у меня получилось неплохо при том что еще одна девочка из моего рукодельного чата тоже взялась вышивать этот сюжет это же сделала замену основы и тоже на австрийскую равномерку но я взяла монику чисто хб она взяла еву с примесью льна она такая необычная под мешковину немножко это же она не вышивала фон у нее прям очень красиво получилось и его вписалась в нужном месте в нужный час но у нее она такого сероватого цвета у меня вот я захотела все вот эти вот холодные тона убрать у меня это получилось но в принципе неплохо знаете я еще думаю о том что если я ее буду оформлять мне бы хотелось его оформить с дорисовкой по крайней мере мне вот тичу попу дорисуют которую над которой я поиздевалась вот эти вот края и еще одно новшество которое я внесла в этот сюжет это бэкстич потому что он на протяжении всей работы отшивается одной нитью я поступила по-своему и вот эту вот калину бэкала двумя нитями мне кажется что получилось здорово мне хотелось просто придать объема ягодкам которого я не наблюдала особо на превью и с одной нитью тоже получалось слабенько а вот с двумя нитями эти ягодки прям бросаются очень хорошо в глаза эта вышивка меня продолжалась с 22 августа по 23 октября два месяца над ней работала и тоже в какой-то момент мне показалось что я ее не закончу концу года оказалось что объем работы очень-очень велик если бы я отшивала вот этот вот фон боюсь представить сколько бы еще мне пришлось над ней карпеть но к счастью этого не сделала поэтому прямо сейчас мы видим с вами итоги моей осенней работы когда я завершила работу над белочка я решила вернуться к своему долгострою который возможно покажется вам несколько неожиданным речь сейчас идет не о счетном кресте а о глади за год до этого в июле 2022 года я начала вышивать брошку от панны с вот таким замечательным красивейшим закатом на фоне которого летают воздушные шары над какой-то лесной тайгой и я вышила наверное процентов 30-40 и отложила эту брошку мне все таки казалось что гладь немножко не мое это вы еще видите итог работы с учетом того что я распарывала и перешивала это получилось видите не особо-то идеально но основная проблема заключалась совершенно не в глади с основной проблемой я столкнулась далее когда эту брошь пыталась оформить в одном из моих видео неделек можно увидеть восьмиминутный отрезок фрагмент в котором я показываю от и до как я оформляю эту брошь и получилось не совсем идеально потому что сзади она не самая аккуратная у меня во первых я не знаю что мною руководствовала в тот момент когда я вышивал зашивала сиреневый фетр зелеными нитками во вторых вот эти вот зазорчики мне не очень нравится но этой броши нашлась хозяйка кстати этой хозяйки я забыла отвести брошь в новогодний корпоратив наш но видеть все сложилось наилучшим образом потому что я ее имею возможность показать вам сейчас так что сашка брошка тебя настигнет 13 января на нашей встрече сама гладь кстати по итогу мне очень даже нравится то есть я себя критиковала что получилось не очень но поверьте получилось лучше чем было в первый раз конечно гладь предполагает некоторые художественные навыки и умения просто нужно видеть если ты с таким талантом не родился тебе наверное будет тяжело а я с таким талантом не родилась поэтому я делаю чисто на ощупь смотрела на превью как-то по ощущениям что-то убирала добавляла какую-то ниточку туда какую-то сюда но в принципе не дурно гладь мне даже нравится и когда я эту малюсику прикладнушку завершила меня ждали еще две прикладнушки от не а крафт это уже были ноябрьские праздники три больших выходных дня которые были посвящены дню народного единства и в эти выходные меня ждали сразу три старта это ценители чая от сделать своими руками новиночка осеннего сезона уходящего года и соответственно две прикладнушки вот не а крафт а давайте я вам сначала покажу ценителей поле я их уже вывела на экран ценители чая продолжили серию от производителя сделать своими руками или андриана которая уже имеет в своем комплекте три вышивальных набора два из них посвящены кофе это ценители и хранители кофе и один был посвящен чаю это хранитель чая которые вышли в прошлом году тоже я их вышивала и вот сейчас продолжение истории вышло в виде ценители чая которые стали совершенно незапланированным стартом для меня то есть они вышли они у меня сразу тут же появились и я недолго думая их начала хотя они у меня не входили даже в планы этот сюжет который очень удобно брать с собой в отпуск в какие-то поездки потому что он маленький компактный и несложно вышивается я его вышила очень быстро сейчас вам даже скажу в какие даты 4 ноября я его начала и внимание закончила его 14 ноября 10 дней он был в работе при том что там уже были рабочие дни и вышивала я только по вечерам вышивался он гораздо быстрее и легче чем его собрат хранители чая потому что в хранителях все-таки объемы побольше там больше крестиков там огромный чайничек на сюжете ну в принципе мне вот этот сюжет наверно нравится даже больше чем хранители не знаю почему и сложного здесь только бэкстич потому что мы правда очень много плюс вот этот бэк на свободных местах требует огромной концентрации и нужно быть очень внимательным чтобы здесь не обсчитаться и не накосячить соответственно внизу тоже внизу даже кстати тяжелее потому что вот эти вот ценители вышивались в два уровня то есть это все вышивалась одним цветом но ниточками разным сложением ниточек в одну и в две нити и я здесь по несколько раз даже распарывала одного из ценителей я вышивала перешивала чуть ли не пять раз вот буквально там на одну одну под клеточку ошибешься что я подразумеваю под под клеточкой это же тоже равномерка это кстати точно такая же на которой я вышивала кота ученого от натальи ореховой это мурана в такой кремовый кремовая мурана в карамельный брызг и на равномерке вышивать бэкстич на свободных местах это тот еще аттракцион то есть там правда даже самый внимательный человек легко может ошибиться но я довольна результатом мне прям очень нравится то что получилось до сих пор не знаю как оформить у меня все эти сюжеты вся эта серия кофейная и чайная есть наличие чайная уже отшита полностью кофейная пока лежит в запасах я пока понятия не имею как мне и оформлять и использовать ли их в качестве прикладнушек либо вешать на стены хотя насчет одного сюжета с кофе я уже думала и в планах у меня оформить его в поднос очень нравится как некоторые мастерские делают оформление в поднос ну и соответственно в эти же выходные как я уже сказала были два старта прикладнушек от неокрафт два старта которые практически на следующий же день окончились финишами то есть чехол для ножниц я вышивала 4 и 5 ноября а закладочку я вышивала 3 и 4 ноября буквально день мне понадобился это был мой первый опыт вышивки на эко кожи и этот опыт мне безумно понравился потому что на такой основе очень приятно вышивать на такая нежная мягкая в работе она так поддается изгибом руки и такие крестики получаются приятные и аккуратные вышивала на деревянных пяльчиках от неокрафт опять же магнитных которые но они естественно не создают никакую там барабанную натяжку потому что не забываем дальше что мы вышиваем не на конве основы совершенно другого рода но тем не менее комфортно вышивать создает удобство и чехол для ножниц я отдала маме она теперь там хранит свой резачок она просто режет нитки не ножницами а резачком и закладку тоже вышивальной подружки своей пообещала подарить юлия пока тоже не отвезла так что юля надеюсь что ты ее дождешься 13 января на нашей встречи с удовольствием продолжу свой опыт вышивки на к коже и рекомендую приглядеться к производителю неокрафт я просто его открыла для себя только в этом году и получила колоссальное удовольствие наборы высокого качества и на выходе вы получите что-то очень и очень классное на этом с финишами в этом году все но был также еще один старт это новогодний старт рождественский сапожок от dimensions моя ежегодная традиция потому что я уже третий год подряд вышиваю осенью зимой сапожки и получаю от этого удовольствие в том числе и потому что я сезонная вышивальщица и мне очень попадает эти сюжеты в настроение ну и кроме того потому что я все мечтаю наконец отшить на всю семью эти сапожки и сшить их предыдущие которые уже вышиты я не сшиваю по той простой причине что мне кажется они придут в негодный вид когда я дошью остальные и они будут отличаться друг от друга когда их повешу какие-то будут выглядеть старыми и потертыми поношенными а какие-то новыми и такими блестящими конфетными поэтому лучше я их потом все одновременно оформлю и повешу в этом году я припозднилась со стартом если я обычно могу начать новогоднюю вышивку там чуть ли не в конце августа я не шучу я как-то праздничную деревушку от dimensions вышивала и в конце лета сапожки вышиваю в течение всей осени в этом году мне все пошло наперекосяк и я начала этот сапожок ой не записала кстати в ежедневник надо поискать фотографии но там были по моему последние числа ноября там 20 какие-то 25 может быть ноября это совершенно мне не свойственно и не характерно я понимала головой что до нового года осталось мало времени в этом году я сапожок вышить уже увы не успею хотя я привыкла к ежегодным финишам новогодним но делать было нечего я долго думала а стоит ли тогда вообще начинать в таком случае может быть просто какие-то малышки новогодние вышить или уделить время своим долгостроем которых у меня скопилось в размере двух штук но потом лишь решила что не буду лишать себя праздника все-таки это очень важный для меня момент я обожаю новый год рождество и особенно люблю этот вот месяц который их предваряет вот эта вся новогодняя суета атмосфера они для меня являются ключевыми то есть это то от чего я кайфую и если бы я лишила себя новогодней вышивки я бы себя урезала в радость я подумала что ладно я хотя бы начну этот сапожок и отложу его потом но немножко удовольствие хотя бы получу ох как же я ошибалась что-то этого сапожка я получу удовольствие потому что очень он у меня туго идет девчонки признаюсь честно у меня запасах были два сапожка где меньше нас этот и еще санный путь может быть кто-то его видел и кроме того еще в этом году меня появился новогодний сапожок от панна где дедуля на тройке на упряжке запряженной тройкой едет где-то судя по всему по резиденции деда мороза великому стюге но как мне показалось я хотела сначала его начать но меня подвела доставка у меня уже был назначен день старта так как я еще организовывала сп в своем сообществе вконтакте сначала осенний с белочкой который ранее показывала потом новогодний мне тоже нужны были фотографии чтобы я могла оформить посты организационные тоже показать что я стартовала и все мы открываем вот этот предновогодний период ждать уже просто не было возможности но физически то есть я вот в пятницу должна была выложить пост сапожок мне привезли выходные тот который я хотела начать было обидно пришлось начинать этот и очень он строптив я начинала серединке серединка пришлась где-то на лице снеговичка которая отшивается полукрестом в три нитки которые я не люблю и кроме того начала вышивать еще и вот этот вот шарф который вот на первый взгляд кажется что ничего в нем сложного нет это я уже вчера его дошивала а на самом деле если посмотреть схемы можно увидеть что он очень и очень винегретный все по-разному называют винегрет конфетти в общем здесь не расслабишься то есть непростой рисунок для того чтобы вывести себя из этого кризиса подруч медленно вышивала этом его на неделю как-то даже отложила при строительной неделю было без вышивки настолько меня этот сапог достал вот я себя чтобы вывести из этого кризиса решила вместо того чтобы идти вниз пойти вправо когда я пошла вправо ситуация немножко выровнялась потому что вот эта шубка деда мороза вышивается очень легко она отшивается стандартным счетным крестом в две нити и там есть парочка блендов но это не страшно я его довольно быстро вышила и уже вчера вернулась к этому шарфику она это кстати страдала на этом сапожке что девчонки в моем чате болталки в телеграме придумали мне хэштег каждый раз когда я выкладывала фото с этим сапожком они мне описали хэштег сапог ненависти но он правда был для меня ненавистен в тот момент сейчас я уже как-то смирилась и дело пошло быстрее декабрь в общем-то стал у меня не очень вышивальными именно по той причине что я избегала эту вышивку и старалась держаться от него подальше придумывала себе миллиард других дел не очень продуктивно короче проводила я этот декабрь в плане вышивки какие у меня планы сейчас на этот сапожок я снимаю это видео вот буквально за несколько дней до нового года 31 декабря этот сапожок отправляется в сезонные долгострои не путать с обычными долгостроями почему потому что обычные долгострои отправляются на неопределенный срок в мой ящик и вот как королевство книг которые вам дальше будут показывать могут там лежать до сакончания веков а сезонные долгострои отправляются в этот ящик до следующего сезона то есть в следующий предновогодний забег я к нему вернусь и буду уже дошивать буду надеяться на финиш там мне уже нужно получше время рассчитать и где-то в сентябре в октябре вернуться к этому сапожку чтобы успеть его зашить до нового года и еще себя обеспечить каким-нибудь другим новогодним стартом порадовать себя вот такой вот привилегией что я еще хотела вам о нем рассказать здесь никаких замен не было классическая комплектация нитки dimensions которые я не очень люблю классическая основа по моему это 18 каунт кстати от королевство книг я вышивала на 18 каунте на темно-синей основе и вот опять мне прилетела тоже основа точно такого же каунта но уже белого цвета вышиваю по бумаге поэтому я всегда цепляю сюда куда-то схему и всякий раз цепляю на магнит и всякий раз когда задеваю ее отлетают и магниты и схемы а тут мне подарили магнит от над магнит с просто нереально крепким магнитом я вот не знаю никогда такие не видела но он максимально крепко держит схему ничего не отлетает что мне очень радует и апельсиночка от кэт магнит обожаю этот магнитик него всегда хочется лизнуть и мне кажется я уже об этом говорю в третий раз на какое какое видео бы не снимала всегда об этом говорю ну и наконец долгострой мои дорогие мои родные уже знакомы многим из вас тем кто смотрит мой канал так уж точно это две вышивки которые перекочевали ко мне мне кажется с 21 года нет вот это по моему с 22 года а вот это едва ли не с 21 я уже точно не помню я тогда не вела вышивальный ежедневник и не фиксировала что и когда я начала ну давайте по порядку эдуард почему эдуард я не буду здесь рассказывать почему просто так сложилось исторически это вышивка от лети стич единорог от лети стич или в оригинале уникона от лети стич я ему дала имя эдуард и именно под этим именем он знаком в моих вышивальных кругах его не иначе как иначе как эдик не называют и этот товарищ мне помотал нервы очень очень сильно начнем с того что вышивальный набор лети стич укомплектованные черно-белыми схемами и как я уже отмечала ранее я не могу абсолютно вышивать по черно-белым схемам посаде вышивать мне тоже неудобно единственное решение которое для себя нашла это раскрашивать вот эти чб схемы фломастерами то есть мне здесь идет двойная работа сначала раскрась раскраску антистресс а потом это все еще выше это очень выматывающий соответственно тормозит работу довольно сильно поэтому вышиваю я его медленно и именно поэтому он у меня уже третий год в долгостроях второй момент это вышивка очень капризно в плане металлика то есть вот этим вот металликом вышивать самая настоящая боль и страдания и кроме того металлик у меня в какой-то момент закончился если бы меня рукодельница оксана не выручила и не прислала бы мне свой металлик который у нее был там оставался других вышивок просто был я не знаю как я бы завершала мне пришлось бы искать металлик похожи на этот но либо не знаю есть продаж таком металлик модейра идет в оригинале ну короче да искать его где-то и покупать я пока надеюсь что того металлика который мне оксана отправила хватит но если не хватит естественно я пойду еще закупается дополнительно но производитель в этом месте накосячил потому что это не только у меня произошло очень много отзывов я видела по этому единорогу и практически у всех мало мало кому хватило металлика практически у всех он закончился в этом году я продвинула эдуарда очень сильно если я не ошибаюсь было вышито где-то вот столько в начале года это то наследие которое ко мне пришло вот из 22 года из 21 если не путаю и вот эту всю часть я зашивала уже в этом году и часть хочу вам сказать нелегкую потому что вот здесь вот по сравнению с вот этой цветочной поляной был детский лепет здесь еще надо постараться чтобы вот эти вот куски вышить потому что этот винегрет это отдельный такой сорт мазохизма вышивального ну и сейчас мне осталось выше только последний кусок давайте я наверно сниму снапы потому что на них не виден объем я не знаю когда будет финиш потому что я вышиваю этот сюжет на морально-волевых у меня пока в планах стоит в январе после того как я отложу рождественский сапожок от dimensions заканчивать эдуарда то есть вот прям знаете взять волю в кулак и прям вплоть до февраля очень и очень плотно его зашивать кроме того у меня еще планируется же старт новогоднюю ночь я забыла об этом сказать то есть я отложу сапожок от dimensions в пользу старт новогоднюю ночь мне так понравилось эти приходят во время еды и вот этот вот аппетит пришел ко мне в прошлую новогоднюю ночь я решила повторить опыт я еще не знаю что это будет за старт его увидите в следующих видео ну и вот этого товарища тоже хочется зашить чтобы он не уже не передел душу потому что эти долгостроя просто фактом своего существования отравляют мне жизнь я не люблю незаконченные дела и соответственно и эдик и королевство книг добавляют мне тревожности про эдик наверное уже все рассказала королевство книг вот если эти к я очень хорошо продвинула то есть вот это вот все было мной вышло в этом году королевство книг вне в рекордсменах то есть в этом году я вышла всего лишь одну книжечку хотя этот процесс я бы назвала отдыхалочкой он правда очень легкий он очень простой здесь огромные куски вышивки зашиваются одним цветом и на нем можно релаксировать мне бывает скучно вышивать долго одно и то же поэтому этот процесс очень хорошо заходит в качестве сменки когда тебе надоел какой-то твой текущий большой процесс который ты вышиваешь на постоянке раз в неделю допустим брать крылья 100 книг понемножку вышивать это очень здорово я собственно в прошлом году в двадцать втором и именно так его продвигала потому что вот этого всего в том году не было и я вот буквально по чуть-чуть я устроила день долгостроя у меня была фиксированная пятница когда вышивала только долгострой в течение двух что ли месяцев брала один раз в неделю и очень очень хорошо он у меня продвигался а в этом году у меня был только метод вышивали тыковки этот процесс я брала от силы три раза и за эти три раза собственно и родилась эта сиреневая книжечка будущем году я планирую его хорошо продвинуть точно закончить левую часть и перейти на правую но финишировать с ним не планирую я понимаю что не будет скучно вышивать только его это будет долго это правда очень большой процесс потому что помимо книжек здесь еще довольно объемное небо и полочка мне не хочется так я лучше буду брать время от времени и напоминаю что здесь на книжках я хочу вышить название своих любимых книг потому что у кого-то я подглядела эту идею она мне очень понравилось мне кажется является очень и очень символичный помимо моих финишей которые вы могли видеть в предыдущих фрагментах видео я также хотела бы рассказать о других около вышивальных итогах например о том что в этом году я наконец-то расчехлила свою швейную машинку и начала на ней потихоньку делать первые строчки конечно я не сшила обещанные подушки подушки уже стали местной шуткой все знают что я их не обещаю но не шью по моему я даже об этом говорила ранее в этом видео но зато я научилась шить чехлы на пяльце я шила чехлы по мастер-классу джули эльф у нее очень классный понятный и доступный мастер-класс в видео формате хотя для тех кто не владу с видео форматом есть также статья юли в журнале время вышивать где она тоже показывала как сшить такие чехлы мне все удалось я купила свои первые в жизни самостоятельные отрезы ткани или сшила несколько комплектов называемых в народе трусишками чехлов для пяльцев себя тоже не обидела в работе все прекрасно и если раньше я скептично относилась к таким чехлам то теперь и мне они помогают прятать излишки основы когда пяльцы маленькие а вышивальный сюжет большой и вышивается на огромном отрезе ткани будем надеяться что это станет первым шагом к совершенствованию моего швейного мастерства и в будущем году мы с вами наконец-то увидим долгожданные подушки еще из около вышивальных итогов года могу с радостью поведать вам о том что я наконец-то вернулась на формулу рукоделия что значит вернулась без пропусков мы с семьей и и посещали когда я была маленькая когда только выходили первую формула рукоделия это было то самое место на котором мы производили большой закуп потому что раньше не было ни в адберес не озона не маркетплейсов иного рода интернет-магазинов не было и формула стала таким семейным и дорогим сердцу мероприятием когда появилась возможность покупать это все в интернете на формула мы перестали ходить не было какой-то особой нужды мотивации она сейчас формула рукоделия стала скорее площадкой не для покупки хотя и это тоже от для общения потому что там собирается удивительная комьюнити рукодельниц можно встретить много знакомых лиц с удовольствием провести время чем я собственно и занималась этой осенью мы снова всей семьей посвящен посетили формула рукоделия и я устраивала даже рукодельную встречу сразу после формулы когда мы с девочками пошли в кафе и делились своими покупками это было здорово не знаю будет ли это моей традиции стану ли я ходить на каждую формулу весной и осенью но могу сказать что это стало таким приятным возвращением в прежнее русло и я с огромным удовольствием провела время кстати видео о том как мы ходили на формулу есть на этом канале в плейлисте вышивальные встречи так что заглядывайте туда если вы из другого города и хотите погрузиться в эту атмосферу и насладиться также нашими покупочками ну и пожалуй самым дорогим сердцу событием в этом году стала моя организация вышивального клуба птичек психичек почему птичек психичек спросите вы но дело в том что мой блог называется мир психеи о том откуда родилось название блога я могу потом отдельно рассказать в другом видео но суть в том что как-то так созвучно склеились эти названия психички птички и снежным комом вот так вот все наросло именно так мы себя теперь и называем но на самом деле под птичками психичками скрывается просто клуб московских вышивальщиц которые состоят в моих сообществах мы все сдружились стали посещать регулярно вышивальные встречи которые я теперь организую ежеквартально подружились проводим время с удовольствием и даже буквально пару недель назад отгремел наш вышивальный корпоратив московских рукодельниц чему я очень рада потому что это самое главное приобретение минувшего года никакие финиши никакие чехлы для пяльцев и швейная машинка не сравняться с тем что я нашла в своем рукодельном сообществе когда познакомилась с этими девчонками поэтому мои дорогие красотки передаю вам свои сердечки и свои лучи добра равно как и вам дорогие зрители я благодарю вас за то что вы посмотрели это видео надеюсь что мои итоги года вас заинтересовали хотя всегда найдется человек который посмотрев видео либо запасами либо с отшивами не может промолчать и пишет комментарий какая хрень эти ваши вышивки так что не удивлюсь если это видео не станет исключением но я к этому уже отношусь с юмором предлагаю и вам не расстраиваться из-за таких мелочей если они с вами случатся в будущем году потому что это все так незначительно акцентируйте внимание на том позитиве который происходит рядом с вами и будьте уверены в том что это заполнит каждую клеточку вашего тела и каждое свободное место вашего разума позитивное мышление рулит миром и я вам желаю чтобы в новом году вас окружал исключительно позитив исключительно светлые добрые люди яркие замечательные события а негативную если он и будет случаться а без этого никуда потому что эта жизнь чтобы он оставался незамеченным я вас всех крепко-крепко обнимаю говорю огромное спасибо за просмотр этого видео пока пока всем хорошего настроения и чудесного нового года